Многие родители часто спорят с бабушками и дедушками, нужно ли давать ребенку пустышку, при этом не зная, будет ли отцовский вред или польза. Действительно ли они полезны или вред в несколько раз превышает существующую пользу? Давайте разбираться вместе. Каждый ребенок рождается сосательным рефлексом, но у всех детей степень развитости этого рефлекса разная. Если понаблюдать за крошечным новорожденным, то можно легко заметить, что даже когда он сыт и накормлен, все равно продолжает совершать сосательные движения своими губками и ртом. Многие родители в этот момент думают, что ребенку необходима соска-пустышка. Другие впервые применяют пустышку тогда, когда ребенок начинает плакать и его нельзя успокоить. Начало дружбы с соской у всех разное, но вот результат один для всех. Сосательные движения очень расслабляюще действуют на ребенка. Он быстро успокаивается и засыпает. Теперь уже сосательный рефлекс срабатывает у родителей. При любом удобном случае, для того, чтобы ребенка успокоить, отвлечь, быстрее уложить спать, они начинают использовать соску-пустышку. Маленькие груднички, постоянно держащие соску во рту, элементарно устают ее сосать. И это приводит к снижению сосательного рефлекса в целом. Ребенок хочет кушать, однако он устал. Мама не понимает, почему ребенок отказывается от молока, а бедный ребеночек хотел бы этого молока, но устал сосать. Также в процессе, когда малыш сосет пустышку, он непроизвольно заглатывает и небольшие порции воздуха своим маленьким ртом. Позже это может проявиться в непонятных срыгиваниях, сдутии животика, кишечных коликах. Ребенок плачет, родители недоумевают и для того, чтобы успокоить младенца, предлагают ему соску. Вот такой получается замкнутый круг. Детские стоматологи уверенно заявляют о том, что соска пустышка способна испортить прикус у ребенка и деформировать еще толком не сформировавшиеся детские зубки. Если уж и пользоваться соской, то только со специальным прикусом. От нее вреда для детских зубов будет меньше. Пустышка и гигиена – вещи несовместимые. За день пустышка очень много раз падает на пол, на ней оседает много пыли и микробов, и все это идет в рот малыша. А есть еще очень плохая манера родителей машинально облизывать соску, перед тем, как дать ее своему чаду. Гуманная дележка микробами, стрептококками и стафилококками ротовой полости. Футляры для сосок пустышек немного снижают риск загрязнения, однако не гарантируют полной стерильности. А потом любящие родители удивляются и гадают, где их любимое чадо могло заразиться глистами и многими неприятными заболеваниями. Помимо этих физических проявлений, есть еще и психологический вред. Поощрение сосательного рефлекса у маленького ребенка тормозит его психическое развитие. Есть закономерность между доминированием сосательного рефлекса и снижением двигательной активности у ребенка. К тому же ребенок позже начинает издавать звуки и говорить. Объясняется это элементарно просто. Его маленький ротик занят соской и нет необходимости познавать мир. Что же касается психологической зависимости от соски у маленького ребенка, то это самая настоящая зависимость. Ребенок не может без соски успокоиться и заснуть, плачет и капризничает, испытывает своеобразную ломку и настоящий психологический стресс. Молодым родителям, однажды предложившим своему чаду попробовать, что такое пустышка, необходимо быть готовыми к тому, что так просто ребенок со своей подружкой не расстанется. Итак, подведем итог. Польза пустышек. Соска помогает удовлетворить сосательный рефлекс малыша. Особенно это нужно деткам, которые питаются по режиму, а не по требованию или находятся на искусственном вскармливании. Сосание пустышки успокаивает ребенка. Ваш кроха быстрее и крепче засыпает, легче справляется со своими малышовыми бедами, перестает хмыкать, когда в его ротике находится ваша палочка-выручалочка-пустышка. У мамы освобождается свободное время, пока маленький занят важным делом – сосанием пустышки. Вред пустышке. Соски пустышки мешают полноценному грудному вскармливанию, особенно если ими начали пользоваться в первый месяц-полтора жизни ребенка. Малыш по-другому начинает захватывать грудь, может делать маме больно, сосать жестче, тем самым иногда нанося травму соску. В следствии этого мама не только испытывает болезненные ощущения, но и рискует тем, что у нее может уменьшиться выработка молока, из-за того, что малыш будет меньше сосать грудь, отдавая предпочтение соске. Ребенок позже начинает издавать звуки и говорить. Помните, соска не может заменить маленькому маму. Постоянно успокаивая ребенка с помощью пустышки, вы можете нарушить психоэмоциональные контакты между вами. Если ребенок сосет пустышку очень долго, у него может измениться прикус, а это впоследствии может оказать негативное влияние на рост зубов в произнесении отдельных звуков. Соски бывают аллергенными, натирают своими ободками область подбородка и губ. Если вы не будете постоянно заботиться об антибактериальной обработке пустышки, стерилизовать, кипятить, хранить в чистой и плотно закрытой посуде, то в ротовую полость малыша могут попасть болезнетворные бактерии, микробы и вызвать ряд серьезных заболеваний ротовой полости и желудочно-кишечного тракта. В общем, в использовании пустышки больше минусов для ребенка, чем плюсов, однако дело это сугубо личное. Если вы все-таки даете своему малышу пустышку, позаботьтесь, чтобы она была с прикусом и из качественного безвредного сырья. Регулярно кипятите ее и следите за чистотой ее поверхности. А расставаться с ней нужно чем раньше, тем лучше. Вы просто будете удивлены, какой скачок в развитии сделает ваш малыш после этого.